В ГТРК «Мурман» и «Русфон» продолжают совместную акцию помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня героиня нашего сюжета Даша Пашина. Малютке всего 5 лет, у нее сахарный диабет первого типа. Нужны расходные материалы к инсулиновой помпе. Принять участие в судьбе девочки можно прямо сейчас. Как вы умеете танцевать? Вот, ух ты, крестико танцевали? Маленькая звездочка перед камерой без стеснения любит танцевать. Родители с гордостью, в душе артистка с большим творческим потенциалом. Читает стихи, рисует автопортреты, но чаще, где вместе с младшей сестрой к ней. Нежность и забота на день рождения хочет подарить котенка. Та давно мечтает. Можешь сама сделать? Могу. Ну, держи. Только я думаю, как-то мне не хватит. Хватит. Семья из Североморска, но пару недель назад отец настоял на переезде. Климат в средней полосе для Даши лучше. Малютка заболела год назад. Постоянно просила пить, быстро уставала и худела. Врачи поставили диагноз – сахарный диабет первого типа – инсулиновый. Это заболевание, которое требует частых введений инсулина. Это уколы, которые нужно делать перед каждым приемом пищи, на ночь. Иногда дополнительно из-за того, что высокий сахар – это больно, это неприятно. Она и все дети боятся уколов, а Даша всего 5 лет, поэтому она особенно чувствительна к этому. Помпа – это укол один раз в три дня. Инсулиновую помпу родители приобрели сами, но нужны расходные материалы к ней. Стоимость – 133 675 рублей. Большую часть соберут читатели газеты «Коммерсанты» с сайта русфонд.ру. Не хватает еще 33 тысяч рублей. Те, кто хочет помочь Даше, могут перевести средства, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Шесть рублей, пожалуйста. Хорошо, тебе знаю. Уровень сахара постоянно на контроле. И хотя болезнь временно укротили, состояние ребенка стабилизировали. Диабет первого типа, к сожалению, болезнь навсегда. И помпа – как необходимость для более точного дозирования инсулина. Сахар должен быть в пределах нормы, иначе через несколько лет возможно развитие так называемых поздних осложнений диабета. Они могут привести к инвалидности. Собрать средства на расходные материалы можно прямо сейчас. Стоимость сообщения на номер 5542 со словом «Дети» – 75 рублей. Помогать стало еще проще. Вышло мобильное приложение «Русфонда» специально для владельцев смартфонов.